МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня студенты Самарского политеха поедут в экспедицию на селище «Власть труда». Об этом сообщили на сайте университета. Экспедиция проведет археологические, геологические и палеонтологические исследования в Олзском районе. Именно там обнаружили первую постройку Хазарского времени. Это один из самых интересных памятников для средневековой археологии Среднего Поволжья. На протяжении нескольких десятков лет, в 8-9 столетиях нашей эры, здесь проживало самое разное население. Ранее ученые уже обнаружили на территории фрагменты от трех сосудов разных этнокультурных групп. Также на поселении есть предметы каменного и бронзового веков. Вся глубинка России в одной фотовыставке. В областной библиотеке открылся «Самарский взгляд». Это конкурс, на который прислали свои работы фотографы из Самары, Москвы, Саратова и других городов России. В этот раз в объектив фотографов попали социальные вопросы. Волонтеры, пенсионеры, простые люди из малых городов. На выставку подали заявки 205 человек, стали финалистами 86. На самой экспозиции представили 250 работ. Не пропустите. Самарастат отчитался о благосостоянии жителей региона. По данным ведомства, в июне средняя зарплата выросла на 8% и составила 37 697 рублей. Самый большой доход имеют работники воздушного и космического транспорта – 92 879 рублей. На втором месте те, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельностях – 63 191 рубль. Замыкают вереницу лидеров работники, которые заняты на производстве кокса и нефтепродуктов – 60 782 рубля. А также специалисты по производству табака – 60 110 рублей. Меньше всех зарабатывают сотрудники фабрик по изготовлению одежды – 10 229 рублей. Также в тройке аутсайдеров – те, кто занимается обработкой древесины и производством изделий из дерева – 12 487 рублей. И работники полиграфии – 18 627 рублей. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале Самарагис. Всего вам доброго. До свидания.